Всем привет! Спонсор нашего ролика компания Fulogy, которая занимается разработкой света для мебели. Видите, у меня на кухне стало гораздо светлее. Это наши русские ребята, которые имеют свои технологии и занимаются любыми лампочками. Вот, и кстати, они разработали, смотрите что, вот такое ручное управление, супер чип, супер чип. Вот так вводишь, оп, датчик работает так, подносишь руку, он включается, подносишь, выключается. Если во включенном состоянии поднести на короткое время, оп, тогда он немножко гаснет. Вот это крутая тема. И самое главное, что это первый в России конструктор мебельного света или света для мебели. Ребята сами нарежут в зависимости от ваших размеров, напилят, приедут, прикрутят, привезут, спаяют. Короче, все это уже будет сделано конкретно, индивидуально под вас. Ссылочка на сайт в описании и, конечно же, скидка по промокоду Василия Емельяненко. А я сегодня делаю вот что. Видите, смотрите, вот такие желтые, крутые кабачки мне привезли. И, конечно же, я подумал, почему я должен их просто пожарить или просто посушить, или просто поварить. Вареные, кстати, кабачки, не самые вкусные. Я решил, что я сделаю тушеные овощи. Основа это будет кабачок. Ну, по сути, это кабачковая икра, только мне та икра, которую делали мои родители, не очень нравится. И мне не нравится икра, которую делали по ГОСТу. Но, в общем, я беру и делаю так, как нравится мне. Что мне нужно для начала? Для начала мне нужно все пошинковать. Значит, кабачок. Попки сразу надо отрезать. Я, значит, всегда все это делаю со шкуркой. Не надо там придумывать каких-то инсинуаций. Возьмите просто кабачок. Тот, который, во-первых, молодой. Во-вторых, у него не очень толстая шкурка. И используйте его для приготовления икры. С другой стороны, вы знаете, уже так надоели вот эти вот магазинные кабачки, которые не имеют ни вкуса, ни текстуры вообще. Ничего того, что могло бы нам доставить удовольствие. И поездив по России, побывав у мамы в Красноярске, побывав в Иркутске, побывав в Новосибирске, где еще был? В Норильске, там, где есть свежие огородные овощи, там можно жить, я хочу вам сказать. Поэтому, так как сейчас сезон, и лука, лук тоже у меня, кстати, огородный, и лучка, и, понимаете, чеснок с грядки, морковочка маленькая, тоненькая, тоже она приобретена. Вернее, неправильно выразился. Ну, да, она приобретена, конечно же, как приобрели, приехал к друзьям, они тебе говорят, на морковки, на кабачок, что-то ты же повар, сделай с ним что-нибудь. Вот я, короче, и делаю. Значит, самое главное, это нарезать овощи. Как нарезать? Да, вы знаете, как хотите, так и режьте. В общем, две морковочки маленькие, смотрите. Самое главное, у нас икра должна быть кабачковая, а не морковная или томатная, как делают многие. Поэтому морковки и лука должно быть примерно 30% от объема кабачка. Потом, конечно же, чеснок. Обязательно сельдерей. Может, кто-то из вас скажет, что сельдерей, это не очень подходящая зелень. Я вам честно признаюсь, сельдерей, это самая подходящая зелень для всех тушеных овощей. Реально, для любых тушеных овощей, это самая вкусная из всей зелени, которая есть. Ну, во-первых, сельдерей можно, конечно же, тушить вместе со всеми остальными овощами. Потом можно сельдерей, значит, зелень добавлять позже. Позже добавлять, так, давайте сразу морковку и немножко подсолнечного масла. Потом зелень сельдерея можно добавлять в конце, когда вы добавляете кинзу, укроп, петрушку, базилик, еще что угодно. Поэтому я листочки вот так вот обдираю, а стебли, вы знаете, я не буду в конце добавлять сельдерей. Я листочки хоть оторвал, но я сейчас все вместе порублю и отправлю к икре. Нужно меленько, меленько, оп, меленько порубить. Но для того, чтобы он отдал весь свой аромат и вкус, и чтобы потом не особо сильно попадался нам. Хотя, вы знаете, тушеный стебель сельдерея, это очень хорошая, крутая тема. Он становится, знаете, мягкий и не такой вонючий, как в сыром виде. Но для кого-то, кто-то ест его просто пучками и кайфует. Кто-то говорит, ой, он такой аромат у него, вау. Ничего, бывают и такие, и такие люди, безусловно. Не всем все одинаково нравится. Но, значит, если у вас на огороде есть, кроме сельдерея, какая-либо еще растительность, будь то ревень, вы знаете, да, что такое ревень? Из него чаще всего варят варенье. Но я вам по секрету могу сказать, что когда вы тушите овощи, то мелко нарубленные стебели ревеня дают дополнительную кислоту. И, например, можно не добавлять уксус, можно не добавлять туда лимонный сок. И кислота у ревеня очень нежная и подходящая для тушеных овощей. Довольно симпатичная такая получается гамма. Пока морковка и лук жарятся, режу кабачки. С кабачками ничего особенного. Режем их не сильно мелко, но и не крупно. Они потом у нас все равно превратятся в кашу при тушении. Некоторые люди их умудряются еще и там потом блендером пробивать. Так, кабачки сюда у нас уходят. Следите, чтобы ничего не подгорало. Кабачки, как только лук и морковка обжарились, они дают такой аромат яркий, вкусный. Да, вот теперь мы добавляем сюда кабачки. Кабачки растения водянистые. И патиссоны, и цукини, и в общем все, что относится к этому, так сказать, виду огородной продукции. Они имеют большое количество воды. Пока они не начали тушиться, берем волшебный гаджет и начинаем обжаривать кабачки сверху. Для чего я это делаю? Для того, чтобы дать кабачкам вот этот вот вкус обожженного огнем продукта. Да, то есть реакция Майяра. Те сахара, которые есть в кабачке, они немножко подгорают. Получается очень хороший вкус. Мы ведь не можем его обжарить. Либо нужна огромная горелка снизу под сковородкой. Есть шанс того, что мы можем спалить лук, и он станет черным и горьковатым. Поэтому горелка сверху нам дает возможность немножко вот этот процесс усилить. Это усиление вкуса, по сути. Я обжег горелкой кабачки. Сразу можно перемешивать, аккуратно разбрасывая все ингредиенты по кухне. Сейчас соль, перец. Обязательно добавляем сразу для того, чтобы уже жидкость выходила на стадии обжаривания. Хорошенько посолили. Черный или смесь перцев. Обязательно сюда нужно добавить лавровый листик. Значит, если вы вдруг любите большое количество специй, хорошо, добавьте тогда специи. Я за то, чтобы всегда отходить немножко от классической рецептуры. Во-первых, это всегда развивает творчество у вас. Во-вторых, ну вы же уже пробовали, вы знаете, какой классический борщ или какой классический горуховый суп. Вы это знаете, то почему бы нам взять и не отойти от этого, и попробовать что-то новенькое. Ну, соберите в огороде всю зелень, которая у вас есть, и ваше блюдо станет совсем иным. Значит, уже, наверное, десятый раз показываю, как чистить помидоры в домашних условиях, не кипятя воду. Ну, знаете, все же умные, блогеры, повара, я тоже умничать люблю. Все же говорят, чистить надо ошпаривать. Блин, если вы чистите килограмм 10 томатов, тогда да, имеет смысл закипятить большую кастрюльку воды и там все ошпарить. А когда у вас он один, то вот 30-40 секунд, все готово. Аромат, что надо. Теперь нужно помидорки порезать, ну, знаете, условно, чтобы они не через 3-4 минуты выпускали сок, а прямо сейчас. Уже мы доходим, знаете, до какой стадии? Значит, первая стадия, мы должны все продукты обжарить хорошенько, чтобы появилась реакция Майяра, чтобы вкус был жареный, понимаете, а не просто там вареный. Вот так делается вкусная икра из баклажан или икра из кабачка, которую мы делаем сейчас. Самое главное. И уже в процессе, когда я закинул сюда томаты, нужно добавить что? Правильно, сливочное масло. Смотрите, небольшой кусочек. Не переживайте, кто-то начнет говорить о том, что, или думать о том, что как сливочное масло потом при остывании, во время тушения, вся влага, которая там будет, она сделает его разрозненным, ну, то есть, как бы это правильно сказать, она разбавит это масло, оно не будет кусками застывать в тот момент, когда вы будете икру есть холодной, не будет там ничего у вас застывать и прилипать к зубам, не знаю, там чувствоваться это сливочное масло. Нет, это все выпарится, лишняя влага. Пока у нас маслица там плавится сразу же, как я и говорил, вот, видите, кабачок, уже все овощи начали давать влагу. За это время мы должны успеть нарезать тоненькой соломкой зелень сельдерея. Я всегда привык делать все поэтапно, то есть, нельзя взять и все овощи одновременно кинуть в сковородку. Это получится, не знаю что. Так и здесь, пока у вас что-то там тушится, вы режете что-то другое. Поэтому каждый продукт добавляем, 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 усиливаем ароматику. Какая-то ароматика пропадает, а какая-то наоборот, вот как лист сельдерея, вот она сейчас даст. Я режу его, такой аромат идет. Я понимаю, что может быть дети ваши не очень любят такие яркие ароматы, так часто бывает. Но я вас уверяю, если вы с детства будете приучать ребенка к всяким полезным вещам, как будь то стебель сельдерея, листья сельдерея. Я уверен, что к 18-20 годам он превратится в настоящего гурмана, будет разбираться в еде. И я хоть с детства и не любил кинзу, но потом ее стал любить. И думаю, что же я не любил кинзу в детстве. Если вы хотите какой-то цвет покрасивее, значит нужно добавить туда красной паприки. Ну в смысле паприка, она и так красная, я хотел сказать молотой. Немножко молотой паприки. Я же говорю, любые специи добавляете, самое главное сделать вкусно. Теперь все тщательно перемешиваем. Теперь нужно добавить сюда чуть-чуть водички. Буквально 50 граммов. Только для того, чтобы у нас вдруг, когда мы закроем крышечкой сковородку и уберем маленький огонь, вдруг у нас там кабачок передумает давать влагу и будет недостаточно сыра. Здесь должно быть сыра. Оп. Оп. Делаем импровизированную крышечку и оставляем овощи тушиться буквально на 10 минут. Долго не надо. Пока овощи тушатся, нужно взять чесночка. Смотрите, три огромные зубчика. Три. Ну, во-первых, потому что я люблю чеснок. Во-вторых, чеснок это не только ценный мех, но еще и 10 килограммов витаминов. Значит, чеснок это всегда то, что мы любим. Но кто не любит, тот может его просто-напросто не добавлять. Чесночок я добавлю в конце. Обязательно в конце я всегда добавляю еще дополнительно острого перчика, для того, чтобы пикантный вкус сохранялся. И опять же, если вы не хотите, то не добавляйте. Пахнет великолепно. Смотрите, что получилось. Видите, даже несмотря на то, что я туда добавил водички, все равно, тут еще зависит, видите, от кабачков. Магазинные кабачки дают воды тонну, а вот домашние кабачки нифига не дают воды тонну. Я сюда добавляю чеснок и чили перец. И возвращаю на одну минуту на огонь. А где огонь у меня? А, вот все, он горит. Сделаю побольше. Нужно перемешать, дать чесноку и чили перцу. Ну, как бы чуть подвариться. У меня здесь есть зелень. Вот это кинза, небольшой пучок. Смотрите, несколько листочков мяты. Но это не просто мята, это, знаете, это огородная мята такая. Значит, вот мои знакомые, у кого я это все собирал, они говорят, что это яблочная мята. Она вроде как мятная, но как будто какая-то немножко другая. И, конечно же, базилик зеленый, наш подмосковный, здоровые листья, мощный, классный. Значит, опять же повторюсь, что есть на огороде? Все рубим в капусту. В смысле, рубим в капусту, а добавляем в кабачковую икру. О, вот только летом могут быть такие ароматы. На кухне, блин, когда ты режешь настоящую зелень летнюю, а не всякую синтетическую, зимнюю. Это все добавляем сюда. Все это нужно перемешать и убрать с плиты. Из сковородки, содержимое сковородочки, я добавляю вот сюда в чашку. У меня есть смесь перцев. Нужно обязательно освежить. Кто любит, добавляет щепотку сахара. Я этого делать не хочу. А я хочу добавить сюда настоящего экстра-верджин маслицы. Вкусного, ароматного. Вы знаете, нужно это делать всегда. В самом конце. Ой, ароматы. И у меня аж прям слюну глотаю. И самое главное, я хотел, вначале я сказал об этом, значит, люди берут и взбалтывают все это блендером. Можно и так. Но я вам хочу сказать, что мой метод категоричен. У меня есть вот такая вот лопатка, острая, я имею в виду металлическая. Я просто беру этой лопаткой, начинаю делать вот так. Рубить. Можно, конечно, это сделать ножом. Вы знаете, получается совершенно другой калинкор. Все остается таким рубленым, кусочками, текстурным, вкусным, ароматным. И, ну, может быть, не столько сока выделяется, как при взбивании блендером. Правда, многим не нравится, когда лопатка скребет по металлическому дну. А можно сделать, а можно звук выключить вообще, чтобы этого не слышать? Вот смотрите, какая она получается. Она получается кусочками, видно всю зелень. Это же всегда приятно, когда ты понимаешь, что это не просто из отходов сделано. Это сделано из лучших овощей, которые мы собрали на огороде. Теперь осталось дело замал. О, а что мне маракуйя делать на столе? Не знаю. Гламурная маракуйя попала случайно на стол. Теперь эту прекрасную кабачковую икру нужно выложить в не менее красивую тарелочку от моей прелестницы жены. Смотрите, когда мы не перебиваем это блендером, какая цветовая гамма. Какая цветовая гамма. Видите, просто супер красиво получается. Я в процессе пожарил греночки. На сливочном маслице, конечно же, они стали румяные. На досточку раз. Икорку. Сюда греночки разложили. Все убрали. Хотите, можете украсить чем-нибудь. Но я украшать не буду. Самое главное это попробовать. Значит, чтобы не рушить всю композицию. Есть тазик. Вот за что я люблю лето. За то, что у овощей есть вкус. А когда их смешиваешь с удовольствием, получается просто объедение. Объедение очень рекомендую. Сезонная простая штука. Вкус нереальный. Дорогие друзья, обязательно ставьте лайки. Пишите комменты. Ой, как же мне хорошо живется летом. До новых встреч.